культурная апроприация кокошников культурная апроприация кокошников культурная апроприация кокошников следующее видео которое мы посмотрим называется русофобия бояршиновых да кто б мог подумать как бы что советские либералы окажутся русофобами невероятно я мог бы не подумать на деле про русскую идею я уже рассказывал есть гораздо более интересное симптоматичное видео я просто просто так чисто могу его показать без каких-либо даже комментариев вот просто даже знаете потому что комментарии здесь в некоторой степени даже излишне что ну и насчет национальных государств это же меган с которым я дебатировал что россия у нас национальные государства если сравнивать с россией по количеству в ней количество в ней русских она не очень похожа на национальных государств а что такие русские скажите мне пожалуйста мне очень интересно так начинается но но это типа этнос такой какой этнос где русские я не вижу русских как потрогать этнос я не верю в этноса я не верю в этносы где русские дайте я потрогаю вот так чпокну русско русских всех можно вот упереться в русских нельзя что такое русский язык каковы его границы где начинается русский язык где начинается белорусский украинский там я не знаю что такое русский язык конкретно объясните мне пожалуйста ну просто маргинал недавно объяснял я с ним полностью согласен я с ним полностью согласен по лингвистическим вопросам что в принципе язык довольно интересная вещь и в принципе язык меняется от одной территории к другой постепенно как и чуть-чуть русский язык от нерусского что такое культурный код да тоже непонятно никогда не видел культурного кода не видел чтобы все русские русские люди были закодированы одинаково но только если от алкоголя наверное но вроде нет вроде от алкоголя они не закодированы то что все люди которые в россии живут являются носителями одного культурного кода то что у несчастного вегана и вот собственно специфической дочки бояршиного один культурный код вот с этим я бы я бы как раз поспорил ну да мне как культурный код пушкин шестов айматов кто шестого айматова читал вообще ахматова может быть во первых кто блять шестого читал ну то есть читать ебаные спизженные сказки пушкина это культурный код русских значит да охуенно заебись как раз кажется что культурные кода у них очень разные ну конечно разные даже если учесть что что то может вырезать из контекста ну и степень владения русским языком она тоже может быть разной ну да тем более нет никакой степени владения русским языком у каждого свой условный язык у каждого свой русский язык язык история и язык история и русская литература то есть он забывает потому что он веган и из-за отсутствия вопрос а кто из русских читал всю русскую литературу интересный вопрос просто и что значит русская литература какая из литературы русской является реально русской является частью русского кода вообще просто у русских очень много разной литературы ну вот например ёбаные запния западники проклятые типа Пушкина там лермонтова и прочих то и прочих чуваков которые косили под запад да они являются частью русского культурного кода нёп или да да или нет да или нет и в чем их русской заключается непонятно они на западе пиздили идеи. В чем заключается их культурный код? Нормального питания. Мне предлагают, пишут, училки по литературе и кандидаты филологических наук. Думаю, даже они не читали всю русскую литературу, во-первых, потому что это очень много. Более того, я уверен, того же Толстого ни одна училка по литературе всего не прочитала. Слишком много тоже информации. А вот какой-нибудь филолог, который конкретно изучает Толстого может быть и прочитал, да. Видите, он плохо соображает. В принципе, русскую литературу никто из моих русских студентов уже не читает. Ну да, согласен. Первое что. Она еще что-то преподает. Ой, какой-какой-какой-каринж. Но она в отличие от тебя кандидат наука, ты, блядь, шможирная, как бы, чувак, сорян. Ха-ха-ха-ха, бывает, да? Да. Никто не читает русскую литературу. Ну и правильно, ничего. Русская литература, это мальчики-спортсмены из Дагестана, которые шли на медали, читали эту русскую литературу. Это обычно единственные люди, которые... Я смотрю сейчас. Это самопозиционирование. Естественно, никто не может не в праве отобрать у вас право считать себя не русской. Тем не менее, мы-то говорим о русских, а русские люди, это как раз те люди, которые считают... Вот где вы, понимаете, я просто... Я все время как смотрю на русских, где эти русские люди? Потому что юг России, он отличается от севера... ...среди русских людей, которые все... Ммм... А почему она так эмоционально вовлечена в это? Ну, то есть, типа, если русских нету, ну, нету и нету, а что бомбить-то? Да, даже Шадова мало кто читал. Неподлогой пишет сказки Гоголя вполне самобытный, не плагиат. Ну, про Гоголя я ничего не говорил, я позитивно к нему отношусь. Вы помните, да, но он не русский, он украинский автор. То есть, даже у украинцев есть оригинальная литература, но не у русских. Это шутка была только что, если что. marina димила картавишь два евро а можно мне пожалуйста тоже я тоже мило картавлю пожалуйста да заданайте мне 2 евро задайте мне две у меня мило картавлю marina d marina d вы прекрасно вы самая красивая девушка заданайте мне пожалуйста два евро я буду очень сильный любить вас и буду вспоминать ваш на каждом стриме если вы будете давать мне по 2 евро каждый стрим я буду картавить специально для вас люди разного достатка безусловно если среди русских людей тех кто не хотели бы связывать свою жизнь с определенной частью других ну бояшина овнет просто подождите и триггерить само слово что то есть просто как бы когда он ну то есть когда он просто произносит слова русские она начинает бомбить потому что есть само слово не нравится то есть это примерно как реакция адольфа гитлера на слово евреи реакция наполеона на слово керлик керлик наполеон керлик ежесармат керлик вот такая реакция вот у них тоже было да ладно на то чё чё аргументом от гитлеру мне не нравится когда гитлеру просто апеллирует да довольно глупо смотрите она ведет себя как фашистка у гитлера были усы у ежесармата есть усы ежесармат гитлер да 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 нет блять но тоже тут то же самое не подлогой пишет диалекты бывают разные вот скажи мне не гугли что такой тенятник я бы попробовал это воспроизвести так тенятник это непосредственно подвал возможно в там где хранятся всякие вот вещи в деревне я не знаю подвал под избой или может быть даже хрен знает я бы так попробовал воспроизвести если бы я попытался догадаться чисто так вот в голове про себя вряд ли это правда наверно это что-то другое может там тянки находятся тянятник а зачем она руками ну то есть это как бы не обязательно то есть все то же самое можно было говорить спокойно почему она так ну почему начинает бомбить ну то есть если если ты нормальный этнолиберал да вот такого собственно семитского происхождения ты считаешь что русских нету ну типа их нету и все зачем 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 бомбить махать руками там не забыть такое ощущение что она взлететь пытается или или она накрасила ногти и сушит лак таким образом то есть почему почему такая реакция я за лозунг кровь нация свобода нет безусловно нет в смысле тенетик типа да есть слово просто тенетик это там ну про про пауков всяких монструозных интересно я просто предлагаю уважать право русских людей называть себя русскими людьми точно так же я понял это паук на самом деле нифига себе играл скорее уже скорее для русских я молчу перед нами советский человек в собственном есть такое до слушайте борис сергеевич ничего не знал как бы сейчас и это я ничего не знал карлан карлик блять да я тебя нахуй задавлю понял эти животом полбу дамы ты сдохнешь 0 целковый полушка четвертушка жучок паучок хуй на воротничок тебе блять понял мудак карликовый русских не существует в семью пробрались враги это я пришел к нему домой и выебал его в жопу ребят только что это произошло на стриме бояршинов на стриме шедова защищается от ежи сармата от гадкого паршивого ежи сармата защищаюсь как же у меня бесит этот карлан ненавижу джунгаре . смеешься мудак кто такой думаю что ты самый умный что ли ты кто блять мальчик мальчик блять я таких как ты я таких как ты короче убивал убивал и убивал у меня меня блять на уроках физики таких как ты резали на докторскую колбасу русские мы у вас мы физики блять вас русских блять расщепляли расщепляли в своих в общем атомарных субстанционарных дискаллаторах понимаешь ты блять думаешь что ты такой умный блять думаешь такой умный блять у меня коллайдер есть дома я расщеплю твой анус сука расщеплю коллайдером твой анус пёс охуел совсем мою мою дочь трогать ты трогаешь мою дочь щенок золото родилось борис сергеевич а я все время думал почему борис сергеевич такое грустное лицо как хе душто могу сказать борис сергеевич это ваш крест как бы и вам придется его нести ну не знаю не знаю насчет славянки я бы на самом деле поспорил не на русский от типа название народ народа ну вообще странно что ее не триггерит от типа слова славяне но я не словенен да ну типа до понимающим делу но при этом она говорит что она славянка если сказать что русских не существует но тем не менее русских не существует но философов и стран тоже не существует а почему она думает что русские это бы для чьи понятия ну то есть если с точки зрения как бы с точки зрения вот этот прекрасные девушки что мы вас русских расщепляли на атомы понимаешь мы в своих советских лабораториях расщепляли русских на атомы на атомы блять понимаешь на атомы русские это бы для чьи понятие ну так получается она есть русофобка потому что она как бы проводит ассоциацию что русские это быдло то есть как бы русским называться по русские это быдло понял русские это быдло есть ты считаешь себя русским то ты считаешь себя быдлом ну и бояршина вы так считаем это правда ты либо славянин либо быдло у тебя 22 пути в россии есть два пути ухать ее корешат от этого слова то есть по сути по сути это этнонационализм так выглядит в принципе здесь можно вспомнить ролик значит прекрасного майкла наки который говорил о том что этнонационалисты это люди с хуевым мозгом и в принципе вот глядя на дочку бояршинова действительно она как бы живая иллюстрация подтверждить подтверждающие слова майкла наки что это на националисты это глупые люди карликовая шлюха ты кто как так моей дочери обращаешься скотина ты думаешь что ты имеешь право обращаться так моей дочке я вырастил ее в пробирке маленький маленький мальчик и в этой пробирке она росла и развивалась я сделал из нее настоящий биологический эксперимент и она стала настоящим гением философии а ты маленький карлик я раскирачу тебе лицо дрелью понял если еще раз тебя увижу есть еще раз тебя увижу карлик карлик тебе конец тебе конец карлик не выходи на улицу в малайзии потому что мы бояршинова будем следовать за тобой русские это не прилагательные кстати у крылова покойного на эту тему были тейки достаточно развернутые что русский это не прилагательное я не знаю где и что она русский это глагол подает но она даже не знает что русский это не прилагательная она настолько безграмотно и что она начинает с ним спорить на тему является ли прилагать слушать а где она преподает и что она преподает мне просто интересно гол стрел с бояршина в этой маске так он не придет на скрин на стрим на скрин скрин потому что ну это пиздец понимаете что нельзя может быть у какой-то по моему просто ну . бояршинова она не очень умная девушка мягко говоря о очень очень деликатно говоря она не очень умна но учитывая как бы взгляды собственно борис сергеевича то что он не иронично верит гомеопатию и в то что левоглазости правоглазость определяют тип письменности и тип мышления то может быть это несчастная она просто воспитывалась вот такой семье и поэтому не такие взгляды русских нет а славяне есть шуе там еще по тексту у нее дагестанцы есть хотя что вообще знает это слово есть они унижают человека хотя они не понимают слова есть может быть я хрен знает что она подразумевает подъезд но они ее уже троллят они не попытались разобраться в ее тезисе но они ее уже троллят как бы именно дагестанцев на самом деле нет а русских нет вообще с такими по диагу разговаривать не надо надо сразу поцелать и любить так и делаю всегда я но мы носили не одобряем конечно по поводу разговаривать да я не очень понимаю зачем это нужно как бы то есть если человек признает понятие славяне но не понимает что русские это один из народов которые входят в состав я не признаю понятия славяне кстати но важно понимать славян тоже нет понятия которые более общего понятия которое называется славяне что вы там не знаю там поляки и украинцы русские ну и опять не может сказать штука славяне окей крупнейшая в европе этноязыковая общность восточные славяне восточный сайт беларусь русский украинцы типа nokia и да действительно я же прав я же молодец украинцы просто там некая субботническая группа тех же самых русских что это все и есть славяне если она этого не понимает ну значит у нее просто в ее образование серьезные пробелы какие-то либо само слово русские она просто ее 3 9 то есть у нее ну как бы есть такие знаешь слова маркеры да то есть вот ты может допустим к сказать какое-то слово и носитель определенной идеологии он а это стригетарица потому что само слово она очень нравится например слова карлик жалкие беспомощные бесполезный безумный карлик каком такой строгие цели ежесарматная то маленький глупый страшные кар строгие цели он на такие понять это что же на самом деле такие знаете производные вот есть славяне и есть восточные слов я не есть среди восточных славян русский а среди русских есть маленькие страшные убогие карлики короче стригерится ли ежа на это одна шутка может быть для нее такое слово это русские то есть это знаешь этот как у собак то то есть ты делаешь какую-то команду и собака она определенную реакцию проявляют в зависимости от того что это за команда то есть можно сказать фас и собака будет проявлять агрессию вот для дочери бояршиного такое слово маркера такое фас это русские то есть может быть когда ее отец не гулял в детстве он говорил русские и она начинала там набрасываться на прохожих и поэтому не такой просто рефлекс выработался что нужно так реагировать на это слово слышь ты охуел сейчас вот это как бы врать про мою дочь собака маленький 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 злой щенок ты кто такой вообще ты на кого наезжаешь ты понимаешь что ты сейчас не стой компании связываешься маленький мальчик сравнению со мной ты еще и щенок у меня есть такие связи после которых ты срать даже не сможешь по что будет ничего блять в малайзии тебя найдут мои друзья физики потом и потом эти физики не оставят от тебя даже атома они расщепят тебя на нейтрино барионы блять от тебя останутся только понимаешь фотоны сука будут разлетаться в разные стороны и все блять все тебя останутся только фотоны в открытом космосе и от твоих жен тоже даже кварков блять не останется кварков не останется понимаешь что такое что она делает почему все говорят что у нас бомбит когда у нас не бомбит окончила филфак мгу преподает в частном колледже в ранге г.с. при президенте р.ф. ой бля боже боже храни образование в россии не но на самом деле они заебали с образованием россии тетка преподает философию как бы ей не обязательно знать кто такие русские но я тоже в русских не верю чисто исходя из номиналистических позиций я и славян не признаю на самом деле русских не признаю и так далее так далее так далее ну то чисто как бы изначально философская позиция люди которые признают русских и славян они изначально исходит из универсализма такого понимаете методологического и исходя из этого но мы можем принять другую методологию и просто номиналистически подходить данного вопроса если у вас люди с таким айкью оказываются среди причем всякие как ты вычислил яйки где у тебя свидетельство о том какой у неё и кио педагогического состава как бы ну что я могу сказать заебись ребят но люди общее понятие скорее не существует чем существует скоро скоро вы будете лечить все болезни подорожником такими темпами я готов убивать настолько мне не ну это реально реально какой-то серьезный то есть а все что сделал этот несчастный веган но просто сказал сергей но невозможно использовать это как категоризацию людей без всяких идеологических настроек что уже идеологическая настройка какие-то блять русские есть где-то русские ни с кем не смешиваются то есть они не размножаются наверное с мусульманами не размножаются ну с мусульманами вы поняли да с жителями ближнего востока жители близнего востока видимо тоже друг другом не размножаются с якутами русские видимо не размножаются тоже да чистые чистые русские где-то существует может быть я просто я не понимаю как это работает культуры может быть не сливаются друг с другом может быть культуры не впитывают элементы друг друга Может быть где-то в каком-то вакууме находятся вот эти вот русские идеальные, да, в мире идей Платона, идеальные русские находятся, а все остальное это уже как бы хуйня полная, да, все остальное это несовершенные русские. Так что, ребят, я, честно говоря, не до конца понимаю, не до конца понимаю, как это работает. Да, это категориальный аппарат определенный, у определенных наук имеется свой категориальный аппарат, но это не значит, что это категориальный аппарат, что-то буквально значит, он может быть просто для... да просто так даже может быть. Ну, не подлаго, по размножению, с размножением проще, это хотя более-менее четкий критерий. Вот с культурой, с языком все сложнее, потому что, ну, как вы отличите русский язык, все разновидности буквально так русского языка, всех диалектов русского языка, украинского, белорусского, там, не знаю, каких-то других языков. Где граница между русским и нерусским? Где, где, где пролегает, в общем-то, вот все вот это вот, да? Ну, в России есть типа литературный русский язык, украинцев есть украинский государственный язык. Но, если мы подумаем, если мы узнаем, ну, в итоге окажется, что значительная часть Украины говорит на неком промежуточном языке между русским и украинским. Интересно, интересно, почему так происходит. Они русские, они, может, тоже русские, они тоже на русском почти говорят. А некоторые украинцы и русским владеют, может, они по этому фактору русские оказываются. Я хрен знает, вы видите, это настолько условные деления, фантасмагорические. Просто из головы взятые. Есть какие-то фантастические русские и все. Но тут еще важны... Людовик Восьмой спрашивает, что французы есть, а американцы? Но американцев, соответственно, точно нет. Французов тоже, скорее всего, нет. Ну, то есть, опять же, никого нет, понимаете, Людовик. Это все идеалистические поднастройки, которые просто существуют вот где-то на вершине. Они просто где-то наверху витают над нами русскими, не русскими, украинцами, не знаю, китайцами, таджиками. Просто вот над нами где-то в космосе летают, и мы, блядь, не понимаем, что это значит. Это в лучшем случае просто описательный концепт. Эти русские, китайцы, французы, кто угодно, да? Это просто такой описательный концепт, который иногда бывает удобен в некоторых дисциплинах. Большего я вот этому дать не могу, никакого значения. Ну, допустим, нам удобно. Для чего удобно? Для пропаганды. Удобно? Удобно. Для выделения некой идентичности удобно? Удобно. Язык вроде бы какой-то можно, да, вот у нас страна, территория, язык вроде бы похожий есть, какой-то литературный есть, письменность одна и та же, вроде бы буквы одни и те же. Да, ну, может, тоже удобно. Да, тоже немного удобно, давайте оставим. Наташке есть. Русские. И каждый раз, когда он это говорит, они взрываются просто. То есть это реально какой-то вот на подкорке сидит, что вот когда они слышат это слово, у них просто как бы эмоциональная реакция какая-то. То есть, я не знаю, может быть у них какой-то это, кто-то загипнотизировал их и внушил, что это слово, оно плохое, и когда вы слышите это слово, то надо кричать, там, размахивать руками. То есть это похоже на минутку ненависти у Оруэла, когда им показывали этого, значит, оппозиционера, и они все там кричали, плевались в монитор, говорили, как они его ненавидят. Вот здесь просто вместо Галдштейна, да, нужно говорить русский. И все, как бы, и все семейство Бояршиновых начинает орать, просто материться. Просто загоняйте в некий, в некий загон, и пишите запричку. Это русские тут сидят. Подождите, а почему... Я не понимаю, почему он орет только. Меня немножко удивляет, что он орет. Спокойной ночи, шею, ППШ. Печально, что он орет только. С точки зрения Бояршиного-старшего, русские, они должны сидеть в загоне. Нет, я, конечно, понимаю, что человек, он всю жизнь в Советском Союзе прожил. Пишут в чате, нет, забыл принять таблетки. Не, ну просто обычно для людей слово русский значит больше. В смысле с русскими и китайцами... А, ну в смысле отдельно, русскими и китайцами все четко. Ну, китайцев тоже много разных. У них настолько разные диалекты, что многие китайцы, с одной стороны Китая, и с другой, они не могут с другом говорить. У них общая только письменность. То есть, понимаете, насколько все плохо у китайцев-то вообще вот с единым языком, например. Язык как критерий. Если мы берем язык как критерий, ну, китайцев тогда вообще нет, скорее, чем есть. У китайцев все сложнее. Если письменность берем как критерий, тогда, ну, может быть, китайцы есть, у них есть единая письменность. Но тогда получается, что кто-то больше китаец, чем кто-то другой. Тот, кто выучил больше иероглифов, тот больше китаец. Сергей пишет. Ну, это не важно, ты китайца от русского отличишь. Но только по тому принципу, что вот китаец, он азиат, а русский европеоид. Вот по такому принципу. То есть, понимаете, я буду отличать их по внешности, фенотипические особенности, как критерий. Но это не критерий русскости или китайскости, понимаете? То есть, нам вот этот вот критерий различия по нациям, по вот этим вот русским, нерусским, он нам нужен не для того, чтобы различать людей по внешности. Потому что вот люди одной, ну, разных национальностей могут иметь абсолютно одинаковую внешность, по сути. Один знает корейский, другой знает китайский. Выглядят они абсолютно одинаково. Ну, для нас, по-фенотипически, они могут быть просто китайцами, условно. Но это не так. Но... Солдат. Война закончилась. Все другие солдаты вернулись с войны. Поэтому остановись. Ты можешь выйти из загона. Он больше не заперт. Это знаете, у цирковых животных есть такое, что если их долго воспитывали в неволь... Ну, нет, Сергей, я могу представить себе очень похожих корейца и китайца. Более того, мы можем отправить китайского ребенка в Корею, там воспитываться, обучаться. И все, он по нации будет, по сути, корейцем скорее, чем китайцем. Так что вот. Нация очень непрочный критерий, на самом деле. Он очень легко меняется. ...поле и держали в узкой клетке долгие годы. То потом, даже если эту клетку открыть, то эти животные, они настолько психологически травмированы, что они не могут из нее выйти. Ну, не хотим мы сидеть под такой табличкой. Не хотим мы сидеть под такой табличкой. Нет, это действительно смешно. Это похоже на то, как... Ну, как будто это они разыгрывают какую-то сценку паралям. Господи, несчастные люди. ...каких-то загонах. Русские это не главное. ...почему надо какой-то вот создать термин. Русские вы и все. Да, человек-контантер выдумал новый термин. Не, на самом деле я тоже солидарен с Бояршиновым. Просто ему следовало бы спокойнее выражать свою позицию в данном случае. Я тоже не понимаю, зачем создавать термин русский. Тем более, что территория России... ...россия, да, очень обширна. Крайне обширна. Россия объединяет множество разных народов с множеством разных культур, да? И что значит русский? И как отличить русского от нерусского? Ну, простите, я не знаю. Для меня очень трудно это сделать. Как отличить русского от нерусского? Русские вы и все. Не, ну почему и все? Существует огромное количество разных этносов. Почему? Почему сразу русский? Ну, в принципе, если Барик Сергеевичу не нравится этот этноним, он может другой этноним для себя придумать. Я не понимаю, почему они начинают нервничать, орать. То есть, что такого? Ну, нервничать, орать, это плохо, да. Страшно бы. То есть, он им всего лишь сказал, что русский. Ну, я не знаю. Такое ощущение, что он их, там, я не знаю, мерзавцами какими-то последними обозвал. То есть, почему? Почему так? Борис Сергеевич, ну серьезно, что такое? Почему вы волнуетесь? Почему это нужно сделать, такой дермин? Почему? Как-то нужно сделать, такой термин? Да, страшное ругательство. Почему загон такой сделать надо? А в чем загон-то состоит? Бояршиновы, прошу вас простить меня. После того, как вы пригрозились, что вы убьете меня и расщепите меня на атомы, и от меня останутся только нейтрино, я понял, что я был неправ, что насмехался над вами. Ко мне пришли физики, пришли физики. Они приставили мне к голове андроидный пистолет, коллайдет, короче, и сказали, что моя голова разлетится на мельчайшие фотоны, если они выстрелят. Я понимаю, что я был неправ. Я считаю, что русских не существует. Русских не существует. Борис Сергеевич Бояршинов. Борис Сергеевич Бояршинов. Честно, честно, вы хороший человек. У вас очень умная дочка, прекрасная дочка. Я обожаю вашу дочь. Умнейшая женщина, девушка. Девушка умнейшая женщина. Прекрасная, умнейшая. Я очень рад, что в России такие потрясающие преподаватели. А ведь они преподают людям настоящие знания, не националистические знания, а знания о реальном мире и философии. Елена Борисовна, замечательная, замечательная женщина. Борис Сергеевич, вы примите мои извинения. Я жду ваших извинений. Пожалуйста, отзовите физиков, чтобы они меня не убили. Прошу вас. Прошу вас, Борис Сергеевич. Я вас умоляю, честно, как вот русский. Ой, бля, я не русский. Никто не русский. Как, короче, стример стримера. Пожалуйста, простите меня. Простите, я больше так не буду. Я никогда больше не буду нарываться на семейство Бояршиновых. Мне очень тяжело признавать свою ошибку. Но, блядь, меня сейчас убьют нахуй. Прошу прощения. Прошу прощения. Не знаю, Борис Сергеевич ответит на это или нет. Может быть, еще в течение хайлайта он успеет это сделать. Да. Чуть поднимают. В принципе, я вот советский человек, воспитанный в традициях интернационализма. Да. Не, ну слушайте. Когда советская власть заявляла о том, что у нее получится вывести новую общность людей, как бы хомо-советикусов, я даже не думал, что этот эксперимент, он пройдет настолько успешно. Посмотрите. То есть, они вывели целое семейство Бояршиновых. Мы, советские люди, это да, это я согласен. Все и традиции интернационализма, кстати, да. Да, в Совке был охуенный, блядь, интернационализм, когда народы путешествовали в товарных вагонах туда-сюда. Мне кажется, им может быть сходить на какие-то курсы по этнографии, там, значит, что типа, вот есть разные народы, там есть татары, есть башкиры, а еще есть, о ужас, русские. Держите, держите дочку Бояршину, у нее начался эпилептический припад. Мальчик. Мои физики пришли к тебе, да? Мои физики к тебе пришли. Ноль. Целковый. Полушка. Четвертушка. Восьмушка. Жучок. Мудачок. Ты мудачок. Понял? Ты мудачок, я же. После того, что ты думал, что наша теория, в которой нет русских, она основывается на незнании? Да мы знаем всю этнографию. Мы с Еленой Борисовной, моей любимой дочкой, изучали этнографию с самого детства. Мы знаем все народы мира, все без исключения. Но мы считаем, что это излишнее номиналистическое отделение. Нет никаких русских. Нет, блядь, и быть не может. Это не научный термин. Это антинаука. Это не физика. Это не биология. Это ложь. Эту ложь распространяют ненастоящие ученые. Они не понимают, о чем говорят. Они не используют метод фальсифицируемости. Они не проверяют свои выводы, не проводят эксперименты. Это просто пиздеж, понимаете, ежи? Бла-бла-бла. А вы при этом продолжаете настаивать на своей глупости. Мол, сводите Бориса Сергеевича и его умную дочку. Кстати, кандидата наук. Мы оба кандидаты наук. Мы настоящие ученые. А вы, ежи, просто глупый маленький карлик, понимаете? Вот, сводите их в школу, курс этнографии. Да мы вас в рот ебали, ежи Сармат. Физики. Убить его. Убить ежи Сармата. Я приказываю, расщепите его на фотоны. Расщепите его на атомы. Я не хочу увидеть ежи Сармата. Этот стример, этот стример должен умереть. Прощай, ежи. Тебе конец. Падок. От одного слова русский жопа взрывается. Классные интернационалисты. Да, но вот это, кстати, очень специфично. То есть, человек настолько интернационалист, что упоминание определенных этнических групп является для него триггером. В этом и состоит интернационализм. В том, чтобы просто направленно ненавидеть определенные этнические группы. И говорить, что все люди, которые находятся под, значит, некой, как бы, некой вывеской, обозначающей их этническую принадлежность, это, значит, они встойли, они быдло. Это, значит, выдуманное понятие. То есть, в этом как бы состоит интернационализм, по логике Бояршинова. Ну, по этой логике Гитлер, он самый главный интернационалист. Ведь вся история Советского Союза это интернационализм, я так понимаю. Да, там, пиздец, такой был интернационализм, просто, просто невероятно. Понимаю. Ну, Борис Сергеевич, он не историк, ему понятие русоцентризма в советской истории, истории, историографии, я так понимаю, чуждо и непонятно даже, что это означает. Кто-то дебил. Ну, вот кто именно. Да, действительно. Ну, дебил, исходя из определения Майкла Наки, который считает, что этно-националисты дебилы. Решайте сами для себя. Может быть все. Может быть кто-то один, может быть два из трех. Но, тем не менее, но, тем не менее, комментарии, комментарии тут уже излишни. Несмотря на то, что я не считаю себя русским националистом, у меня есть претензии к русскому, к этническому национализму тоже. Я вообще не считаю себя ни русским, ни националистом. То есть, этническое самоопределение, оно вообще никакой роли не играет в моем мировоззрении. То есть, мне важно, как бы абсолютно не важно, русские там, нерусские, я не знаю. Слушайте, а что на лице у продюсера Иванова? Это что такое? Похоже на какой-то хобот. Это карлики. Какой-то специальный аппарат для дыхания или что это? Хотя, в большей степени чувак, который там на видео присутствовал, не столько об этом говорил. Ну, может быть, это тоже было вырвано из контекста, но кто-то был на этом вид. Не знаю. То есть, опять-таки, любопытная, парадоксальная вещь. То есть, с одной стороны, для меня этническое самоопределение вообще никакой роли не играет, с другой стороны, для меня слово русский. С другой стороны, я русский. Сейчас, сейчас, сейчас. С одной стороны, короче, самоопределение для меня никакой роли не играет национальное, но с другой стороны, я русский, короче. Ай, блядь, меня, меня, блядь, расщепляют на атомы. ежесармата расщепили на атомы о боже мой мы в прямом эфире видели как ежесармата расщепили на атомы ребята ежесармата на атомы расщепили только что пиздец пиздец господи никогда не связывайтесь с бояршинами никогда